Театральный коллектив Начнёт эту встречу сначала девушка, молодой человек бросает её на амбразуру, поэтому начнёт Екатерина Аникина, а её муж Александр присоединится к нам попозже. Ну, с детства я вообще выросла в театральной семье, у меня мама актриса, папа тогда ещё был директором Минусинского драматического театра. И, в принципе, всё моё детство, как у всех детей тогда, труппы театральные, прошло в театре за кулисами, тогда ещё очень часто театр выезжали по области, по краям, по деревням ездили. В общем, мы ездили всегда с театром, я имею в виду дети. И, в принципе, у меня не было другого пути для меня. А мы познакомились в театре. А в каком? В этом музее. Мы у нас на спектакле «Висайская история. Мюзикл», да? Да, да. На мюзикле «Висайская история». Ну, Катя уже пришла, работала артисткой первый год, а я на четвёртом курсе учился и тоже играл уже в театре, то есть, фактически, я раньше пришёл. Учаясь на третьем курсе, а потом пришёл на четвёртом курсе, когда, смотрю, молодых набрали артистов, с Красноярска, Ксей Кучинский пришёл, Екатерина Альникина, и вот так мы и познакомились. Намного, знаете, там работа немножко другая. Когда ты работаешь для детей, у тебя немножко градусы твоей выкладки, да, потому что ты выкладываешься, он немножко побольше, потому что тебе нужно собрать их внимание и немножко на себя притянуть. Получается, что ты немножко физически, у тебя работа больше, или ты, наверное, физически больше выкладываешься и устаёшь, между чем. На другом, для взрослых, на взрослом спектакле. То-техоте, это тяжело, это и то, и то тяжело, но... Дети, с одной стороны, ну вот, когда правильно будет, что там, если градус чуть повыше, их надо постоянно к чуть-чуть детей убрать, но, с другой стороны, они же более отзывчивые зрители, если им смешно, они смеются, они вообще не сдерживаются. И по детям сразу понятно, хорошо ты играешь или не хорошо, в смысле, даже не так хорошо или не хорошо, нравится им или не нравится, потому что по-взрослым как-то не всегда понятно, а на предыдущем спектакле Денискины рассказывают, такой хоккатун сидел. Я даже, как сказать, я прям подумал, я для тебя играю. У меня, конечно, были такие мысли, но не театральные, я думаю, про кинорежиссуру. А вообще, тут такая штука, я просто люблю артистом работать, вот, поэтому, чтобы конкретно поменять свою жизнь, как вот наш друг Денис Малютин, перестать быть артистом и начать работать режиссером, я так не хочу. Если бы как-то, вот, что-то где-то иногда режиссировать, это, наверное, одно, но тоже с другой стороны, тогда будет ли получаться хороший результат, в общем, я люблю быть артистом и хочу работать артистом. Вот, так, чтобы менять профессию на профессию режиссера, нет. Потому что это сложнее или нет? Это другое, это другое, режиссер, он же не играет потом спектакль, он его поставил и потом только может смотреть. Прикольно поиграть. Это мое объяснение. Расскажу сейчас, да, это была новогодняя сказка. Новогодняя сказка, я играла Снегурочка. А, это еще не было, это легендарная история. Я выходила, ну, нет, я выходила в начале и в конце, то есть целая сказка, я сидела, ничего, нечего, нечего было заняться. И я там, там очень сложная конструкция, костюм, микрофон, корона, все, коса, надо все заплести. А я вначале, я как бы отыграла, а и сапоги еще. Это все сняла, сижу спокойно в примерке девчонки, мои подружки Нина и Марина. Мы, они, не обязательно разговариваем, что-то ха-ха-ха. И, ну, вдруг я понимаю, что буквально до 30 досчитать, и я должна быть на сцене. Но я совершенно без одежды, в каких-то черных репетиционных ботинках. Я быстро все это без микрофона, коронную, надеваю, все это кривая, касаю, вывергаю на сцену и понимаю, что в черных ботинках. Снегурочка вышла в черных ботинках. То есть вся серебряная-золотая. И я попыталась немного приседать, естественно, все партнеры мои, ну, нет, чтобы там как-то это закрыть. Они же начали эти все транслировать. Ну, вот такая была ситуация страшная. Ну, страшная в тот период для меня. А нам смешно. Ну, было смешно. Было такое, что... В прошлое приселы дедушек. В черных снегурочка, в черных какие-то ботинки. Там, и не спросят, где меня носит. Там, я-то знаю, все понимаю. О-о-о-о-о-о-о-о-о... В североглазое такси. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Притомози, притомози. Субтитры создавал DimaTorzok